Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем делать систему управления электропитанием с возможностью заряда аккумулятора от внешнего источника, например от солнечной панели, а также выходом на 3,3 вольта 2 ампера и возможностью полного отключения электропитания для того, чтобы сохранить батарею, либо чтобы батарея не разряжалась. Поехали! А спонсором сегодняшнего видео будет сайт NextPCB. NextPCB предоставляет уникальную услугу бесплатное изготовление небольшого количества печатных плат для того, чтобы вы могли увидеть насколько высоко качество и готовы вы заказывать платы или нет. Для этого опускаемся ниже и мы видим вот такую вот кнопочку. Всего лишь 0 долларов, то есть абсолютно бесплатное изготовление печатных плат. Нужно будет заплатить только за доставку. NextPCB имеет 15-летний стаж изготовления печатных плат и не только изготовление печатных плат, но и также сборки готовых устройств. Печатные платы имеют все необходимые сертификаты, поэтому качество изготовления будет на высшем уровне. Как говорилось ранее, NextPCB может не только изготавливать печатные платы, но и изготавливать полностью готовые устройства, то есть устанавливать на печатные платы все необходимые компоненты, что включает в себя изготовление печатной платы, размещение всех необходимых компонентов, тестирование, а также последующая отгрузка заказа. Регистрируйтесь и делайте свои заказы. К тому же сейчас идет большая распродажа и вы можете получить купон на 50 долларов, которыми вы можете оплатить как изготовление печатных плат, так и доставку. Схема устройства разделена на 4 небольших блока. Первый блок представляет собой зарядное устройство, построенное на микросхеме TP4056. В этом блоке всего лишь несколько деталей. Это сама микросхема, несколько стабилизирующих конденсатора, резистор, который задает ток заряда, а также два светодиода с токоограничивающими резисторами. Микросхема TP4056 напрямую подключается к входу и заряд аккумулятора стартует сразу же, как только на входе появляется какое-нибудь напряжение. Второй блок представляет собой импульсный стабилизатор напряжения, построенный на микросхеме TPS6420. Этот стабилизатор напряжения дает на выходе 3,3 вольта с током до 2 ампер. Если на входе этого преобразователя напряжение будет ниже чем 3,3 вольта, то на выходе будет напряжение соответствующее, как и на входе. То есть, если аккумулятор разрядится до 3,2 вольта, то на выходе тоже будет 3,2 вольта. Если аккумулятор разрядится до 3 вольта, то и на выходе тоже будет 3 вольта. В остальном диапазоне напряжения, если напряжение выше или равно 3,3 вольта, то на выходе стабилизатора будет 3,3 вольта. Следующая часть схемы это управление электропитанием. В состоянии покоя схема полностью не работает. Она не включена и не питает никакой из компонентов схемы. И из аккумулятора напряжение никуда больше не расходится. В состоянии покоя аккумулятор как будто бы вообще отключен. То есть, у него нет абсолютно никакого потребления. Питание с аккумулятора поступает на транзистор Q2. Резистор R10 подтягивает базу транзистора к питанию и транзистор остается закрытым. Если нажать на кнопку Switch 1, то через диод и токоограничивающий резистор база транзистора подтянется к земле. Транзистор откроется и питание пойдет на стабилизатор напряжения, который мы рассматривали ранее. Стабилизатор запитает остальную электронику, будь то Arduino, либо ESP8266. И в свою очередь электроника, будем считать, что это будет Arduino, подаст сигнал Power On высокого уровня. И этот сигнал через резистор R8 откроет транзистор Q4. Транзистор Q4 через резистор R9 подтянет транзистор Q2 к земле и таким образом произойдет самозапитывание схемы. То есть, микроконтроллер будет держать открытым транзистор Q4 и, соответственно, открытым транзистор Q2. И схема будет постоянно непрерывно работать. Для того, чтобы схему выключить, нужно будет еще раз нажать на кнопку. Повторное нажатие на кнопку никак не повлияет на транзистор Q2. Но диод через кнопку будет подтянут к земле, а также и пин, баттон. Состояние этого пина будет считываться на Arduino. И если состояние этого пина перешло из High в Low, то есть было подтянуто к земле через кнопку, то тогда микроконтроллер будет знать, что кнопка была нажата и нужно выключить питание. Тогда сбросится высокий уровень с кнопки Power On. И транзистор Q4 закроется, закроется транзистор Q2 и схема полностью обесточится. Следующий блок, он состоит всего лишь из двух резисторов и нужен для того, чтобы измерять напряжение на аккумуляторе. Посмотрим на плату. Здесь все эти контакты расписаны. Баттон, пин с которого можно считать состояние кнопки. Выход 3,3 вольта. Граунд. Повер ОН. На этот контакт должен прийти высокий уровень для того, чтобы схема включилась. И BM, контакт с которого можно измерить напряжение на аккумуляторе. С обратной стороны схемы распаяны два контакта, соответствующие кнопке Switch. Поэтому эту кнопку можно и не распаивать, можно просто припаять сюда два провода и кнопку вывести в какое-то другое место, где вам будет удобно. К контактам батареи подсоединяется батарейка, а на эти два контакта приходит питание плюс и минус. Итак, схема создана, после чего она переведена в печатную плату. Здесь есть некоторые правки, добавлено несколько конденсаторов, которых нету на этой плате, но и без них вполне нормально работает. Ну а также выведен еще один контакт для того, чтобы получить прямое питание с батареи. Итак, схема у нас сделана, теперь нам нужно сделать заказ плат. Переходим на NextPCB.com. Опускаемся немножко ниже и нажимаем вот эту кнопку заказ плат за 0 долларов. Переходим на страничку оформления заказа. Здесь, в принципе, ничего не нужно менять. Размер можете оставить тот же самый, который здесь стоит 100 на 100 мм, потому что он все равно потом подтянется под размеры герберфайла. Либо же можете выставить тот размер, который у вас установлен в печатной плате. Количество плат 10 штук и все остальные значения оставляете без изменения. Здесь выбираете страну доставки. В данном случае я живу в Украине и поэтому выбираю Украина. Из возможных представлено три способа доставки. DHL, China Post и ваш личный выбор. Ну я выберу China Post. Смотрите, здесь есть пункт, который нужно выбрать. Это изготовление печатных плат всего лишь за 0 долларов. То есть бесплатное изготовление. И вы, по сути, платите только за доставку. Прописываем здесь свой имейл, либо регистрируемся. И нажимаем добавить в корзину. И следующим шагом нам предлагают добавить герберфайл. Вот герберфайл. Открываем его. Загрузка прошла успешно. И нажимаем Submit Order Now. И вот мой заказ оформлен. Герберфайл проверен. И к оплате всего лишь 0 долларов. Итак, прошло некоторое время и ко мне пришла долгожданная посылка. Платы упакованы в фирменную коробочку от сайта nextpcb.com. Итак, открываем, что же там внутри. Внутри мы видим очень качественную упаковку. И здесь два набора плат. Сегодня мы рассмотрим именно эти платы. И с ними мы будем работать. Как вы думаете, для чего предназначены вторые платы? Что это за набор? Пишите в комментариях ваши догадки. Посмотрим, кто угадает, что это такое. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И посмотреть, что это за устройство и как оно работает. Вскрываем. Запечатано очень качественно. Итак, в наборе у нас здесь 5 плат. Качество просто потрясающее. Надо это посмотреть под микроскопом. Выглядит очень здорово. Качество печати просто превосходное. Все дорожки выполнены на высочайшем уровне. Здорово. Очень-очень качественная. Очень хорошая плата получилась. Что еще заметил? Один интересный момент. Давайте попробуем посмотреть поближе. Если обратите внимание, здесь есть небольшие контакты. Небольшие точечки. И если мы посмотрим на плате в другие места. Например, здесь на резисторе R1. Или на контактах конденсатора C2. Можно увидеть небольшие точки. Это следы от щупов, которые устанавливались для прозвонки, проверки платы. После того, как печатная плата была изготовлена, она была еще проверена на короткое замыкание и на соответствие дорожек. Туда ли они идут и не замыкаются ли они между собой. Это вообще здорово, что такая услуга была сделана. И она была сделана к тому же еще бесплатно. Платы действительно получились очень качественные и очень хорошие. Теперь давайте перейдем к сборке и сделаем устройство. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Плата получилась высочайшего качества и заработала сразу же, без каких-либо настроек и без каких-либо проблем. В состоянии покоя плата не потребляет электроэнергии и на выходе нет никакого напряжения. Как вы видите, ноль. Но стоит нажать кнопку switch и на выходе мы имеем стабилизированное напряжение 3,3 вольта. Схема рассчитана на автономность работы, чтобы можно было заряжать аккумулятор, например, от солнечной панели. И при этом в случае разряда аккумулятора можно было отключить всю электронику и чтобы аккумулятор не разряжался дальше через какие-то подключенные устройства. Давайте проверим и сейчас попробуем запитать это устройство от солнечной панели. Здесь есть USB гнездо, которое выдает 5 вольт и около 1 ампера. Подключаем кабель и подключаем к входу платы. Сейчас пока что заряд не идет, потому что недостаточно освещения, поэтому я увеличу мощность, подав немножко света при помощи фонарика. Итак, я включил фонарик и сразу же пошла зарядка. Но при этом основная часть платы все равно не включилась. Она будет включаться только в том случае, если нажата кнопка и если подан высокий сигнал на контакт баттон. Среди подписчиков моего канала я разыграю несколько наборов. Первый набор это будет полностью собранная плата со всеми впаянными компонентами для быстрого старта. То есть взяли, подпаяли аккумулятор и можете использовать. Второй набор будет представлять из себя плату с необходимыми компонентами. Это будет кит-набор для собственной сборки. И третий вариант это будет просто плата, для того чтобы можно было самостоятельно собрать все необходимые компоненты и впаять то что нужно или то что не нужно не будете впаивать. Но все равно вы увидите качество сборки и насколько эта плата хорошая. Для того чтобы получить один из этих наборов нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить видео в котором будет розыгрыш этих плат. Также обязательно под видео оставьте свой комментарий. В этом комментарии напишите, что вы хотите получить плату. А также обязательно расскажите о каком-нибудь одном из своих проектов, который вы планируете в будущем сделать. Я думаю всем нам будет очень интересно почитать о том кто что делает и кто чем интересуется. Ну а если вы хотите самостоятельно заказать себе эти платы, то в описании под видео вы найдете ссылку на сервис NextPCB. Они действительно делают очень качественные платы. Если вам понравилось видео ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!